Я приветствую всех собравшихся. Мой доклад о отношениях в классе в свете теодологии Это коротенькая ремарка к предыдущим докладам, которые вы слышали Повторы свойственны православной богословию, как вы знаете Каждый класс, пространство класса уникально И каждая личность в этом классе имеет свою роль или свой размер И описать типичный класс или поделиться универсальными рецептами невозможно В наши дни создание класса, где царит любовь Непростое задание Но, тем не менее, никто не должен думать, что это стало совершенно невозможным Нет ничего более поучительного Чем то, когда ты любишь и когда ты любим Говорит нам святой Иоанн Златоуст Действительно, дети принимают взрослого полностью Если они ощущают его любовь и научились ему доверять Также самые ценимые преподаватели и учителя Это те, у кого есть хорошее отношение с детьми Подчеркивает сестра Магдалин Церкви Святого Иоанна Монастыря Святого Иоанна Человек, существо религиозное Которое создано Находиться в отношениях И педагогика – это наука и искусство общения И ее критерии, ее успешности – это отношение к другому и с другими И создание в классе отношений любви Это означает, чтобы ребенок развивался в направлении богоподобия Я делаю это так хорошо, как я способна это сделать и привести к этому И как пример здесь могли бы быть такие полноценные отношения Как между ипостасями Троицы Святой Симеон, новый богослов, поясняет нам Троицу следующим образом Ветхом Совет говорит нам Сперва Бог создал небо и землю И Он сказал, да будет свет, и стал свет И тем самым нам говорится об Отце Когда Давид говорит через Слово созданы небеса Мы понимаем, что это говорится о Сыне И когда царь Давид говорит Что все создается и через Духа Святого Что есть одно Что есть один, теми являются и двое остальных И считает их динасущными Когда говоришь о Свете, то всей ипостася есть свет И все три есть один свет И если говоришь о жизни вечной То она со всеми С Отцом, Сыном и Святым Духом И все три являются одной жизнью И каждая ипостася Это единый Бог И все трое вместе Единый Бог Формирование новых личностей В классе, в школе Здесь преподаватель призван Находиться в синергии с личностным Богом Быть его соратником Так как человечество Создано по образу и подобию Троицы Он человечество Человек, который уникален в своей сущности И многочислен в своих личностях Святой Максим Исповедник Говорит, что это несказуемое чудное пламя Сокрытое в сущности вещей Как в неопалимой купине Упомянутая неопалимая купина Известна нам как центральный знак В Ветхом Завете о богоявлении Ангел Божий явился Моисею В обличии Святого огня Он был в огне Эта купина Не сгорала И в этот момент Мы Сосредотачиваем для нас Богопознание Это неопалимая купина Это место встречи Человека и Бога Это неопалимая купина Это богоявление Является началом Богопознания И тем самым Началом теологии Богословия У меня По лимой купине Проявляется Божественное существо Как Я есть, кто я есть То есть личностью По словам Архимандрита Сафрония Такое богоявление Показывает нам Что В Троице Самое основное Это Личностное измерение Или если Использовать греческое слово Очень распространенное В теологии Ипостатическое Измерение В божественном Сущности Троицы Нет Ничего Что находилось бы Вне Личностного Принципа Божественность Бога Это Личностное Существование Существование И она Существляется Через Свободу Любви Тем самым Личность Носит в себе Всегда Божественное Начало И это Его Энтологическое Содержание Личность Его сущность Это Как Одна Единица Отец Сафроний И вообще В общем Православное Богословие Подчеркивает Что мы не говорим О трех Отдельно стоящих Божествах Но каждая Личность Живет В соучастии И в событии С другими Личностями Каждая Ипостась Или личность Она Совершенна Она Несет в себе Всю полноту Божественную Полноту Оставаясь Уникальной И отличающейся От Остальных Ипостасей Но Ни одна Из них Не ограничена Самой Собой Быть Личностью Или Означает Любить Говорит Отец Николай Из Монастыря Иоанна Крестителя В Эссексе Это Способность Быть Личностью Есть И у Человека Являющегося Образом И подобием Божьим Это значит Что каждый Из нас Может Может Являть Свою жизнь Как Любовь Стать Истинным Человеком Обожествиться Как мы вчера Уже Слышали И так Человек Мы Получаем Соприкосновение С Вечностью Потому что Божественная Любовь И его Существо Оно Незыблемо И Вечно Теперь Если мы Говорим О межличностных Связей То Триединый Бог Проявляет Себя Посредством Кенетической Любви Она Настолько Целостна И полна Что Выражается В отсутствии Собственной Воли Есть Только Единая Воля Ни одна Воля Не важнее И не существеннее Других Кенотис По-гречески И Можно сказать Что это Самоопустошение Самоизлияние Это среда Где Происходит Как раз Встреча Учителя И ребенка И создание Отношений Между ними Где Взгляд Проникает Прямо В сердце И Там И остается И так Учитель Создает Атмосферу Любви И Расширяет Ту Сферу Где Бог Может Действовать Человек Ведь Личность Настолько Поскольку Он Отвечает На Зов Господний Если Учитель Слушает Ребенка И Слушает Вместе С ребенком Он Понимает Какие Проблемы Какие У ребенка Чего он Жаждет И В своем Небольшом Классе Мы Также Призваны Жить Так Как Показывает Нам Это Троица Где Личности Ипостаси Соединяются С друг С друг С другом Служат Друг 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 В Троице Любовь Проявляется Кенетически Любя Этот Мир И Также Это Присуще Человеку И Также Это Имеет Место И В Классе Это Можно Считать Парадоксом Нашей Жизни Чтобы Найти Себя Мы Должны Сперва Отречься От себя Как Бути Терять Себя Это И Есть Кенетическая Любовь Для Учителя Подобная Любовь Это Значит Принять Ребенка Как Часть Себя Учитель Который Любит Он Подходит К Ребенку Но И Ребенок Подходит К Нему Потому Что Он Ощущает Своем Учителе Ту Любовь Утешение И Покой И Как Говорит Нам Святой Серафим Саровский Достигни Внутреннего Покоя И Тысячи Душ Спасутся Вокруг Тебя Если Любовь Искренняя И не И она Естественна То Она Выражается В желании Давать И в желании Помогать Другим Истинное Истинное Отношение Тем самым Предполагают Жертвенную Духовность Отдать Жизнь За Ближнего Это Самое Глубокое Проявление Любви И Высшая Степень И Как Мы Уже И Слышали Святой Силан Говорит Об Этом Мой Брат Есть Моя Жизнь Любовь Которая Характерна Это Самопожертвование Пусть Вдохновит Учителей Но И Учеников Чтобы Они Жили Ежедневно В Радости Прибывая В Радости И С Энтузиазмом Я бы Зачитала Вам Некоторые Тексты Что Писали Маленькие Размышления Детей На Теме Мой Брат Моя Жизнь Это Правила В нашем Классе Что Мы Какие-то Правила Которые У нас Приняты Мы над ними Размышляем Жила-была Кошка У нее Она Попала В беду И мой брат Пошел И помог Ей Но Кот Стал Тонуть И Мальчик Вместе С ним И я Пошла Помочь Ем И спасла И Брата И кошку Потому что Мой брат Есть моя Жизнь Это Значит Что Если Что-то Небольшое Даже Случится С твоей Сестрой Ты сразу Кинешься Ее Спасать Пусть Даже Она Споткнется Ты сразу Кинешься Спасать Ее И Помочь Ей Я Отношусь Очень Хорошо К своим Одноклассникам Как к брату И сестре Мы Все Дети Своего Бога И мы Как Одна Семья Где Я Всем Помогаю Всегда Не важно Кого Ты Любишь Он Тебя Тоже Любит По-моему Очень Трудно Говорить Об этой Мудрости Поэтому Я Напишу Разъяснение Мне Кажется Что Здесь Что-то Связано С Любовью И То Что Мы Согласны Отдать Свою Жизнь Если Ты Даже Рискуешь Своей Жизнью Но И Тот Кого Ты Спас Он Тоже Жертвует Своей Жизнью По-моему Это Значит Чтобы Ты Сделал Все Для Своего Брата Если Ты Даже Знаешь Это Тебе Причинит Боль Это Значит Что Ты Всегда Поддерживаешь Другого И Ты Готов Помочь У меня Есть Большой Брат Старший Брат Я Очень Его Люблю Он Мне Очень Дорог И Он Значает Для Меня Все Мы Бережем И Защищаем Друг Друг Мы И И Мы И Мы И И Если Случается Что Ему Причиняет Боль Он Спрашивает Ой Все Все В Порядке Иногда Я Говорю Что Да А Иногда Я Говорю Что Или Не Говорю Итак Основой Школьной Жизни Как Мы Видим Может Быть И Как Бы И Для Наших Детей Это Жизнь По Тению Святой Троицы На Практике Это Может Означать И То Что В Школьной Жизни Есть Такое Измерение Которое Мы Можем Назвать Литургическое Даже Сакраментальный Литургическая Жизнь Она Не Является Чем-то Отдельным Чем-то Сторонним Литургия Это Жизнь И Жизнь Есть Литургия Ее Она Может Переструктурировать Время Пространства Отношения Литургия Это Изображение Бога Явления Это Оцерковленное Создание Троица Проявилась В Церкви Проявляя Жизненный Устрой Суть Которой Является Жизнь По подобию Троица И Здесь Мы можем Привлечь Всех Кто Находится В школе Но В видимом Плане Мы видим Литургическую Жизнь В школе Через Иконы Через Образа Утром Утром Мы молимся Все Вместе Каждое Утро Молитва Она Так же Естественно Как Само Дыхание Есть Молитвы Словами И Есть Молитвы Бессловесные Но В каждом Возрасте Ты можешь Ощутить Эту Молитву Воспринять Ее Как Встречу И Любую Деятельность Мы можем Осветить Через Молитву Вкушение Пищи И Разговоры Жизнь Которая Наполнена Молитвой Есть Мы Ощущаем Как Пространство Наполненное Богом И Я Хотела бы Рассказать О чем-то Личном И Практичном Я Вам Зачитаю Отрывок Афонского Старца Паисия Он Говорит Когда-то Пришел Ко мне Молодой Человек Который Содел Большой Грех Он Пришел В отчаяние И До Меня Он Посетил Еще Двух Духовников Которые Объяснили Ему Строго Что Он Соделал Тяжелейший Грех Он Потерял Всякую Надежду Если 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 Я Я Я Грех с того, что тебе по силам. Ты можешь каждое воскресенье ходить в храм? Да, ответил парень. Ты можешь каждый вечер просить, Господи, спаси мою душу. Я буду это делать, ответил молодой человек. Итак, начни сегодня. Сегодня же делай все, что тебе по силам и вездесущий Бог, Он сделает то, что тебе не по силам. Я прочитала эту историю впервые, где-то 15 лет назад. И как очень важный ориентир эта история меня до сих пор сопровождает. И я хотела бы поделиться с вами чем-то, что нам по силам сделать в наших классах. Первое, это то, о чем мы уже говорили вчера, а именно это связано с нашими чувствами вины. У нас так уже вышло в классе, что мы никогда не говорим о ничьей вине. У нас нет никогда виновных. И мы не обвиняем, естественно, никого. Ни в словах и ни безмолвно. И вместо этого мы принимаем на себя ответственность, ищем решения, мы прощаем и сожалеем о содеянном. И вчера говорилось о языке как таковом. Я не хочу здесь обращаться к вопросу курицы и яйца, кто впервые. влияет ли мышление на язык или язык на мышление. Но еще, что нам подвластно и что мы в силах сделать, это то, чтобы в нашей лексике отсутствовало слово разочарование и все слова, которые с этим связаны. Учитель никогда не разочарован, когда уже пятый раз ребенок забыл свои вещи дома. И ученик пытается делать так же в соответствии с примером учителя, подражать ему. Вчера мы слышали, что мы учимся любви любя. Тем самым учитель создает эту любовную атмосферу не столь словами, сколько своим примером. И этот урок очень долго почти может даже навсегда задержаться в ученике. Перспектива вечности это лучший способ напомнить, чем мы на самом деле занимаемся. Не думай о ребенке меньше, чем Бог думает о нем. может быть и если наша цель будет меньше, чем та, которую я высказала, то это будет уже промахом нашей деятельности. Спасибо. Спасибо.